Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Семей» вы смотрите программу «Интернет». С вами, как всегда, ее ведущий Эльдар Рафиков. В этой программе мы показываем ваши ролики, которые вы размещаете в социальных сетях, а именно в пабликах и сообществах, как-либо связанных с нашим городом. Очень много интересного и действительно важного сейчас можно увидеть в интернете. Я же постараюсь показать вам самые актуальные и обсуждаемые видеоролики. Поехали! Все мы знаем, что 13 июля в Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции. Президент Касым Жомар Токай и другие должностные лица также почтили память жертв пандемии коронавируса возле Аккорды. Не остался в стороне и наш город-семей. Так, например, сотрудники медицинской академии нашего города, следуя примеру главы государства, провели минуту молчания. Как они почтили память жертв коронавируса, вы увидите в следующем видеоролике. Пандемия коронавирусной инфекции в Казахстане опасна как никогда. По всей стране заболевают тысячи наших соотечественников. Опасная болезнь уже унесла жизни сотен людей. Есть жертвы и среди наших коллег. В этот национальный день траура мы хотим минуты молчания почтить память всех тех, кого мы потеряли. Несмотря на наши невосполненные потери, горестные утраты, мы, медики страны, продолжаем борьбу с коронавирусной инфекцией. С вашей поддержкой мы сможем побороть опасную бедность. Мы вместе. Мы с Бркемис. Не прошли мимо и не остались равнодушными и медицинские сотрудники диагностического центра города семей. Они также вышли на улицу и провели минуту молчания в память о погибших по вине инфекции COVID-19. И для кого не секрет, что сейчас пришло время на收 unions. народу Казахстана сплотиться и помогать нуждающимся в период карантинного режима. Вот и среди семичан нашлись такие люди, которые провели сбор средств и теперь закупают на эти средства медицинские аппараты и лекарственные препараты. В комментариях к следующему видеоролику люди выражают активистам огромную благодарность, ведь эти аппараты помогут спасти жизни множество людей. В этом году мы получили 150 аппараты в Москве. 20 аппараты, в этот момент, мы получили 10 аппараты сегодня. 45 аппараты ездят на дороге. Маскалы, лекарства, защиты, 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 костюм. Мы получили их вверх. Маскалы, карантинский изvikатель Subscribe, reapсомменный рамaine, мы получили 150 аппарат в Москве. Здесь мы получили 15 аппараты. У 1965 аппаратов в Москве. 6 аппарат когда уwir, пока удачу наettes российской админисang и духовный аппарат. У нас장이 доставляет современные процедуры. В социальной сети также облетел еще один видеоролик. В первую городскую больницу внезапно поступило большое количество воздуходелательных аппаратов. Оказалось, что аноним решил за счет личных средств закупить аппараты и подарить больнице. Все же, немного позже, тайный бизнесмен был выявлен. Оказалось, что их закупила компания КастСинг. КастСинг своим примером компания показывает, что в это непростое время нам нужно сплотиться и помогать друг другу. Люди в комментариях поддерживают благодеятеля и призывают других граждан помогать друг другу, кто чем может. Ну а ролик, где первая городская больница принимает подарки в качестве аппаратов, вы увидите прямо сейчас. КастСинг субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Помимо помощи больницам нашего города, эта же компания дополнительно выделила 85 миллионов тенге для приобретения медицинского оборудования для больниц Ускаменогорска, Ридера, города Алтай и поселка Жайрем. В инфекционные отделения медучреждений, в которых госпитализируют пациентов с COVID-19, доставили 120 концентратов кислорода. В первую городскую больницу Ускаменогорска отправили 30 аппаратов, в четвертую 60 аппаратов. Ну а сейчас мы переходим к другим видеороликам. В рамках подготовки празднования 175-летия Абая Кунанбаева на пути к Жидебаю, где расположен дом-музей великого поэта, расположили стелу с изображением Абая Ишакарима. Высота архитектурного сооружения 9,5 метров, а вес 3,5 тонны. И это несмотря на то, что конструкция была сделана из металлопластика. Монумент выполнен в виде раскрытой книги, на которой имеется рельефное изображение наших великих поэтов Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева. Люди на автомобилях, приближаясь к Жидебаю, будут наблюдать эту красоту. Ну а власти и проектировщики надеются, что население по достоинству оценит новый монумент на подъезде к родине поэта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну а на сегодня это все, что мы хотели бы вам показать. Уважаемые телезрители, не забывайте о мерах профилактики. Как известно, карантинный режим в нашей стране продлен еще на две недели, с 20 июля до 2 августа. Поэтому будьте бдительны, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшается. Будем надеяться, что она обойдет вас стороной. Будьте здоровы и берегите ближнего. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...